Камила Валиева завершала выступление женщин. Четверной сальхов она сделала безупречно. Далее тройной аксель тоже выполняла чисто. Потом каскад четверной тулуп. Двойной тулуп сделан идеально. Сделан и тройной ритберер. Дорожки шагов в четвертый уровень. Четверной тулуп ойлер тройной сальхов тоже отлично. Сольный тройной луц сделан прекрасно. Вращение у Валиевой на четвертый уровень и по технике она обходит трусову. Да что вообще происходит? Космический уровень у российских фигуристок. Итак космические баллы Камилы Валиевой 193 и 10 балла. Общая сумма 283 и 48 балла. Она новая чемпионка России. Это невероятно. Выступила и на чемпионате чемпионка мира Анна Щербакова. В самом начале программы она обидно упала с четверного флипа. Следом у нее стоял каскад тройной флип тройной тулуп. И с ним она справилась на ура. Двойной аксель получается отличным. Как и следующий аналогичный прыжок. Дорожка шагов получается отличный. А вот каскад тройной луц тройной ритбергер она не докрутила. Зато каскад и сольный тройной луц получаются отличными. Вращение у Щербакова на четвертый уровень. Прекрасно справился с он своей программой. Ну вот сорванный четверной прыжок. Конечно это очень обидно. Софья самоделки на начале исполнила четверной луц. И получился он у нее отлично. Далее четверной сальхов двойной тулуп тоже сделан блестяще. Двойной аксель фигуристка прыгает без проблем. Вторую часть программы Софья ставит каскад четверной сальхов . И справляется с ним прекрасно. Как и с каскадом тройной луц тройной тулуп. Сольный тройной флип чисто. И это было блестяще. Двойной аксель фигуристка тоже прыгает без проблем. В второй части программы Софья ставит каскад четверной сальхов. Уоллер тройной сальхов. И справляется с ним. Прекрасно, как и с каскадом тройной лут стороны тулуп. Сольный тройной флип чисто. И это было блестяще. Правда блестяще. Фигуристка получает свой прокат 156,35 балла. Это дает ей в общей сумме 233,09 балла. Выступление Ксении Синицыной началось с четверного тулупа, с которого она, к сожалению, упала. Зато сольный тройной флип получился прекрасным, как и тройной Риттбригер. Вращение судьи оценили на четвертый уровень. Сольный двойной аксель чисто. Каскад тройной лут с тройной тулуп сделан прекрасно, как и тройной лут с уоллер тройной сальхов. А вот с каскада тройной флип двойной тулуп спортсменка падает. Отличные дорожки и вращение получились у Ксюши. С собой она может быть довольна отчасти. Синицына получает за произвольную программу 133,086 балла. Общая сумма 204,61. Ребята, это гениально. Александра Трусова исполнила свои четверные произвольные программы на чемпионате России. Да, она заявляла 5 четверных прыжков, зашла на 4, исполнила 3, 1 падение. Но смотреть на это было просто невероятно. Это какая-то фантастика. Такая энергетика, которая идет от Саши Трусовой, это просто непередаваемая. Мощь, движение, это просто какой-то драйв. Эти четверные прыжки, это надо только видеть. Первый четверной флип она делает прекрасно. А вот четверного тулупа, к сожалению, падает. Двойной аксель выполнен чисто. Каскад, четверной лут, Олер, тройной сальхов, блестящий. Дорожка шагов на четвертый уровень. Каскад, четверной лут, тройной тулуп Саша тоже делает. И еще один каскад, тройной лут, тройной тулуп выполнен блестящий. Сольный тройной флип сделан. После этого проката хочется просто спросить только одно. Саша, а ты реально? Конечно же, Александр обходит свою ближайшую соперницу за попадание в олимпийскую сборную. Это Елизавета Туктамышева. Майя Хромех начала свое выступление с четверного сальхова, но не докрутила его, из-за чего приземление совсем не вышло. Зато в каскаде четверной тулуп, тройной тулуп получился блестящий. Дорожка шагов оценена на четвертый уровень. А вот с тройного ридбригера Хромех падает. Двойной аксель она прыгает чисто. Каскад, тройной лут, тройной тулуп выполнен прекрасно. Каскад, тройной флип, Олер, тройной сальхов тоже. Сделан и тройной лут сольный. Прекрасным вращением завершает фигуристский прокат. Да, не получилось в первой четверной. Да, были проблемы, но какая же Майя молодец. Оценки Хромех за произвольную программу 147,82 балла. Это дает ей в общей сумме 217,18 баллов. Выступление петербурженки Елизаветы Туктамышевой было встречено бурными овациями публики. И первым делом она исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, после чего зал просто взорвался. А следом и сольный тройной аксель. Блестяще делает она сольный тройной лут, прыгает тройной флип прекрасно. Вращение судьи оценивают на четвертый уровень, дорожка шагов получается тоже четвертый. Каскад двойной аксель, Оллер тройной сальхов, Туктамышева делает. Прыгает она и каскад тройной лут с двойной аксель, сольный тройной риттбергер чисто. Вращение на четвертый уровень и зажигает родную публику Елизавета. Блестящий прокат, просто блестящий. Идеально выполнила Туктамышева все свои элементы. Стадион встречала императрицу просто безумством, просто невероятная поддержка родных трибур. Итак, оценка за произвольную программу Туктамышевой 153,12 балла. Это дает ей в общем сумме 224,40 балла. Заслуженно. Ох, завела так завела публику Лиза. В конце ей просто аплодировали в такт. Она кайфовала. Блеск. Если Диана Дэвис и Глеб Смолкин сумеют отобраться на Олимпийские игры, они станут единственной парой Игоря Шпильбанда в Пекине. По признанию самого специалиста в начале сезона он не предполагал, что эта цель достижима. В интервью тренер также объяснил, в чем его подопечные не уступают Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, рассказал. Как относится к мнению Этери Тутберидзе о тренировках ее дочери, и отметил, что совершенно не исключает вероятность своего сотрудничества с Мариной Зуевой. Когда Дэвис и Смолкин начали у вас кататься в 2019-м, многие расценили это как некое стечение обстоятельств. Дети известных родителей находятся в Америке, за них есть кому платить, а что до результата, понятно же, что танцы – это длительная история. Не думаю, что хоть один человек в мире, включая вас, допускал, что Диана с Глебом совершат за два года столь стремительный прогресс, ворвавшись в элиту взрослого катания в свой первый взрослый сезон. В какой момент сотрудничества вы увидели этот потенциал? История была в том, что Дэвис и Смолкин сами сказали Этери, что хотят тренироваться у меня в группе. То есть это было решение детей. Когда они пришли, я увидел просто молодых способных ребят, понимаете? Предсказать в такой ситуации, что вырастет из них в будущем невозможно. Прекрасно вас понимаю. Поэтому, естественно, я не мог предсказать, как быстро ребята начнут прогрессировать, с какой скоростью станут впитывать информацию. Вы абсолютно правы, сказав, что в танцах за один год ничего не делается. Поэтому у нас работа изначально шла с прицелом на серьезное будущее. Мы очень много занимались основами катания. Параллельно я старался передать спортсменам философию танца на льду, объяснял, откуда берет начало то или иное движение, как добиться легкости исполнения. Конечно, все это занимает время. Но мне было приятно отмечать, что дети не просто начинают меня понимать, но начинают активно этим пользоваться. Впитывают каждое слово как губки. А в этом случае тренер получает огромное удовольствие от работы. Когда спортсмены приходят в группу, где уже имеются лидеры мирового класса, им становится проще работать, потому что постоянно перед глазами есть отличный пример, за которым можно тянуться. На кого Дэвис и Смолкин равняются, катаясь у вас? Умный спортсмен всегда очень внимательно смотрит на всех вокруг и учится тоже у всех. У меня сейчас достаточно много талантливых фигуристов в группе, и мне кажется, что Диана и Глеб смотрят не только на них. Они постоянно следят за всем, что происходит в танцах в целом. Кто что сделал, кто как это сделал. Они живут танцами на льду, постоянно учатся, полностью отданы рабочему процессу, и мне как тренеру это бросается в глаза. Да. Пандемия как-то нарушила ваши тренировочные планы. Ну конечно. Выбило очень сильно. Прошлый год получилось, мы пропустили почти целиком, не могли выступать. Был всего один старт. Зато могли тренироваться практически в неограниченном режиме и не снижать нагрузок, как это делается перед выступлениями. Это да. Всю базовую работу, результаты которой видны сейчас, мы сделали именно в тот период. В какой момент в вашем работе... Субтитры создавал DimaTorzok